Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак. Поругалась с мужем, не знаю как себя вести потом. Не знаете как себя вести потом, чтобы что. Я всегда была опорой для него и в финансовом, и в психологическом, и в моральном смысле. Но сегодня я поняла, что всё это не так уж и важно для него. А почему вы считаете, что это для него должно быть важно? Вы же это делаете для себя или вы с собой жертвуете. В смысле, если вам важно, чтобы для него это было важно, значит вы это делаете для него, а себя вы игнорируете. Получается, что делаете для него, вы в какой-то степени себя предаете. Своя, правда, жизнь и она не совпадает с моей. Ну, это нормально. Живём вместе уже 10 лет. И как? Есть двое детей. Это вы к чему про детей? Сегодня, когда он рассветился, чуть не была авария. Я полагаю, связано с тем, что много умолчивается и подавляется. Он пил алкоголь больше обычного. Ну, попытка убежать. Дети были испуганы. Это нормально. Мы любим друг друга. Но я не знаю, что сказать ему утром. А как проявляется то, что вы любите его? То есть, понимаете, вы говорите за двоих людей. По сути. Вы говорите за двоих людей. По большому счёту. Знаете, в чём штука? Я немножко скептично отношусь к подобным проявлениям. Потому что вы не можете отвечать за другого человека. Вы можете говорить только за себя. Но вы не можете говорить за мужчину. Ну, за мужчину. Поэтому очень важно, чтобы вы постарались ответить себе сами на этот вопрос. Как моя любовь проявляется к человеку. Как его любовь проявляется. По моему мнению. Понимаете? Понимаете? Я не знаю, что сказать ему утром. А то, что вы чувствуете, я полагаю, было бы наиболее верным. То есть, то, что вы ощущаете, то и желательно говорить, то и желательно выражать. Именно то, что вы ощущаете, именно то, что вы чувствуете. Вот как бы другие вещи говорить, на мой взгляд, несколько странно. Потому что, ну, если вы этого не чувствуете, чего-то, да? Если вы чего-то не чувствуете, то извините, я зачем об этом говорить. Вот. Опять же, как бы мне, совершенно очевидно для меня, по крайней мере, что конфликт, который у вас есть, конфликт, да? Он у вас достаточно глубокий, то есть, как бы, ну, он появился не сейчас, он появился не из-за ссоры. Но ссоры являются в какой-то степени вершиной конфликта. Если вы понимаете, что я имею ввиду. Вот. И, соответственно, вероятно пришло время обсудить те изменения, которые произошли с вами за эти 10 лет. Я думаю, что с этого нужно начать. То есть, с того, что назревают определенные изменения у вас обоих. И так получается, что эти изменения нельзя уже игнорировать. То есть, ну, так получается, что изменения становятся слишком глобанным. Вот так вот. Возможно, пришло время признать, что вы больше не хотите делать для человека то, что делали раньше. Возможно, вам пришло время признать, что то, как вы поступали раньше, теперь уже не актуально. Возможно, пришло время сказать, что чего-то вы не хотите. Чего-то вы не хотите, в принципе. Вот. Ну и вот. Я думаю, примерно. Так. Я думаю, примерно. Так. Я думаю, примерно. такой. Можно дать вам ответ. Ну, с позиции психотерапии. Вот. Понятно, что здесь есть нюансы и понятно, что нужно делать анализ ваших отношений. В том смысле, что нужно смотреть, как именно ваши отношения развивались. Вот. Как именно. И что именно с ними происходило и происходит это. Так. Вот. Но совершенно очевидно, что у вас они в какой-то момент стали зависимы. То есть, вы в какой-то момент начали в отношениях себя предавать, к сожалению. И дело времени было в вашем случае, в вашем случае довольно большого времени, когда дело времени было, когда у вас это начнет, условно говоря, нарывать и вас переполнять. Вот здесь я рекомендую вам изучить психологическую игру скандал. Она есть в интернете. Почитайте. Посмотрите. Я сейчас не буду об этом говорить. Вот. Пояснилите, какие основные причины, почему люди в нее играют. Вот. Ага. Вы совершенно верно замечаете, что поругались с мужем вы. Молодец. Вы, большая молодец, что это заметили. Поругались с мужем, действительно вы. И вам стоит увидеть, вам предстоит увидеть свой именно склаб в ссору, да, в конфликт. И вот с этого и начнется ваша работа над собой и впоследствии над отношениями. Вот. Такая история. Да. То, что я могу вам сказать. То, что я могу выматривать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Ну, вообще опыта своего, который у меня есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам за отклик по моему ответу. Это подходит началом вашей работы над собой.